Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Некоторые темы этого выпуска. Экзамен сдан, но какая оценка? Сегодня губернатор края читался о своей работе за последний год. Рекордный объем. Жители края массово кинулись в строй частные дома. Но что сдерживает развитие этого рынка? Позаботиться о зеленом уголке. До окончания голосования за благоустройство общественных территорий осталось ровно неделя. Но вначале глава Следственного комитета России поручил Алтайскому следкому разобраться в проблемной ситуации, которая произошла при выдаче жилищных сертификатов для сирот. С ним Александр Бастрыкин провел личный прием в онлайн-формате. Дети-сироты, которым положены квартиры, не могут получить жилищные сертификаты, заменив одну меру поддержки на другую. То есть на данный момент у людей на руках уже есть вступившее в силу судебное решение, согласно которым региональное жилищное управление обязано обеспечить их жилыми помещениями под договору социального найма. На сегодняшний день решения не выполнены. По словам сирот, они согласны на получение жилищного сертификата. Для этого нужно внести изменения в решение. Однако суды отказываются корректировать вердикты. Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. Вопрос остается на контроле в Центральном аппарате Следственного комитета России. А сейчас к основной теме сегодняшнего дня. Алтай – особое место. Виктор Томенко – сибиряк с огромным стажем. Он так высказался о регионе, которым руководит уже пять лет. Сегодня он отчитался о проделанной работе за последний год перед депутатами АКЗС, но, по сути, подвел итоги пятилетки. В двух словах, достижений достаточно, как и планов на будущее, причем во всех сферах жизни. Подробности в сюжете. Концертный зал «Сибирь» полон. Виктор Томенко начинает с самой актуальной темы в России – спецоперации. По его словам, каждая семья участников СВО за год в крае получила адресное сопровождение. Действует 30 мер поддержки, решено 2000 обращений. Дальше много о медицине. Тема важная и проблемная. Ковид в 2021-м сбил все планы и только сейчас сфера начала возвращаться к норме. Томенко не скрывает – требуется 2000 врачей и 3000 медперсонала. И отмечает – масштабный отток специалистов удалось прекратить. А решение кадрового вопроса – приоритет на ближайшие пять лет. Обещает мотивировать и создавать хорошие условия. Процесс запущен. В Алтайском крае нами совместно было принято решение о выделении дополнительных средств на привлечение кадров и на привлечение и на закрепление кадров в медицинских учреждениях. В рамках регионального проекта, тоже это факт известный, занимались мы этим вместе. За три года мы направим около полутора миллиардов рублей на эти цели. С 1 июля будут доплачивать врачам, фельдшерам и медсестрам старшего возраста по 9,6 тысяч соответственно. Среди достижений последних лет дороги к краям. Почти все без исключения, в том числе туристы из Центра России отмечают настоящую дорожную революцию. 75 миллиардов на дороге за пять лет – цифра внушительная. Но губернатор думает и о будущем. Не просто думает – решает вопросы уже после доклада, отмечали эксперты. Вот эти шаги, которые уже в период его губернаторства были по передаче такой значимой для края дороги на Кулунду на федеральный уровень. То, что он обратился к президенту с дополнительными мерами поддержки по именно реконструкции этой трассы, этого направления, и особенно перевода участка от родины до Кулунды из щебеночного покрытия в асфальтобетон, это, конечно, даст толчок развития региона, ведь это дополнительное транзитное направление на Казахстан. Благодаря инициативе губернатора, край присоединился и к масштабному проекту сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай. Эксперты сегодня убеждены, зерно – это новая нефть, а производство продовольствия становится стратегическим отраслью для экономики России. В таком контексте проект зернового коридора нашего края безусловно интересен, прорабатываем возможность участия в нем. Разворот на восток, выход на азиатский рынок избыта – это, безусловно, федеральный тренд, и наш регион убежден здесь, в стране, не останется. Эксперты напоминают, Томенко еще и председатель комиссии по сельскому хозяйству Госсовета при президенте России, где определяют аграрную политику всей страны. К тому же наш край аграрный. Изменения и в этой сфере значительные. Я не помню, чтобы буквально за год в три раза было увеличено количество инвестиций на приобретение новой техники и технологий. Мы при этом еще должны помнить, что это не только современная техника, а очень достойные условия для жизни, вернее, для работы тех людей, которые на этой технике работают. В докладе губернатора и другие важные цифры по всем ключевым показателям экономики рост отмечается в два раза. Финансовые возможности края выросли. Эксперты уже неоднократно отмечали, Томенко умеет привлекать в регион федеральные деньги. И это важно. Некой квитэценции при этом, мне кажется, все-таки этого развития, да, это всегда уровень заработной платы. Если мы посмотрим, то и в ренте регионов Алтайский край достаточно серьезно поднялся. Сейчас переместился, в общем-то, в более такую стабильную группу регионов по заработной плате. При этом она у нас за вот этот период выросла до 40 тысяч рублей. Зарплата растет и в промышленности региона, которая сейчас тоже активно развивается. Не обошел стороной губернатора и тему туризма. В 22-м больше двух миллионов человек посетили туристические места края. Я уже, в принципе, не удивляюсь, когда где-то слышу, то есть, сказать, Алтайский край, второй Сочи. И мне эта аналогия на самом деле понятна. Мы учимся в хорошем смысле слово круглогодично зарабатывать на туризме и индустрии гостеприимства. Губернатор уверен, что в перспективе край станет главным центром оздоровительного туризма в России. Для этого есть не только силы, но и средства. В нашего края прекрасное будущее во всех сферах, резюмировал Виктор Томенко. Предстоящая зона выборов. Понятно, что уже Виктор Петрович ключевой кандидат. И здесь, исходя из того, что я услышал на отчете, ключевой плюс, конечно же, для нас – это прагматизм и установка на системную работу. За всеми теми цифрами, которые были озвучены, представлены конкретные проекты и показатели, с которыми можно будет ехать к населению, можно будет говорить не только о динамике существующего состояния, но и о дальнейших перспективах развития уже конкретных локальных территорий всего региона. Сегодня же на заседание КЗС было решено провести 6 июня внеочередную сессию, где назначат выборы губернатора края. О своем участии Виктор Томенко пока не сообщал. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Денис Толком. Вторая часть 20-й сессии прошла в парламентском центре края, где депутатские объединения дали оценку отчету губернатора. Большинство его одобрили и выразили поддержку в дальнейших планах команды руководителей региона. Так, за принятие отчета проголосовали 42 депутата, против 19 воздержались четверо. Продолжилось заседание фракции КЗС с рассмотрением и принятием новых законопроектов. О них мы расскажем чуть позже. А сейчас об одном из трендов рынка недвижимости. В Алтайском крае растет популярность частных домов. Вот уже несколько лет подряд все больше людей в нашем регионе стремится жить на земле. На фоне растущего спроса поднимается и стоимость домов. При этом в этом сегменте рынка недвижимости остается немало проблем. Их обсудили участники круглого стола, посвященного развитию малоэтажного строительства в регионе. За последние два года стоимость земельных участков в крае, говорят эксперты, возросла почти в семь раз. Постковидные времена, ценовая недоступность квартир и желание людей к более комфортной уединенной жизни подогрели спрос покупателей. Если, например, последние пять лет взять, то с 40%, с 39% до 50% к прошлому году доля, при этом приросте общих абсолютных объемов, доля метров квадратных ИЖС, выросла с 40% до 50%. Сейчас посмотрел данные по четырем месяцам, уже 62%. Но спрос мог быть еще более высоким. Сегодня его сдерживают сразу несколько факторов. Прежде всего, в окрестностях Барнаула, говорят застройщики, не хватает земли. Если власть обратит на это внимание, если, значит, мы сможем переводить сельхозземлю в ЛПХ или ИЖС, конечно, эта проблема будет решена. Если быстро будем подключать коммуникации, то, конечно же, да. У поселки появятся очень хорошие и качественные. Но с прокладкой коммуникаций сейчас тоже все непросто. Где-то пытаются создавать поселки, нагружая старую инфраструктуру, которая зачастую нагрузки не выдерживает. Где-то компании ведут себя недобросовестно. Впервые мы взяли на себя сами формирование общественных зон, потому что практика предыдущих проектов показала, что благие намерения, которые нам озвучивают потенциальные застройщики вот таких вот вещей, как там магазины, какие-то спортивные центры и так далее, они заканчиваются тем, что мы продаем с большой скидкой эту землю, потом там возникает очередной просто жилой дом или, я прошу прощения, некое уродство возникает, на которое без слез не взглянешь. А комфортное жилье на земле сегодня, к тому же, не всем по карману. Перекупы продают участки по накрученной цене, на готовое жилье под ключ нередко нужны кредитные средства. И в этом смысле хорошие меры стимулирования рынка являются льготные программы. Но пока их число и объемы, выделяемые по ним, небольшие. Если по господдержке, скажем так, лимиты определяет Минстрой и Минфин, то на сельскую ипотеку это Минсельхоз. И здесь пока программа не отработана должным образом, то есть выделяется определенное количество денег, они успевают израсходоваться. И так как они выделяются там, ну, на все территории, где есть сельская ипотека, они расходуются очень быстро, так как лимиты очень маленькие. И следующих лимитов приходится ждать, ну, какое-то время, там бывает от двух месяцев до полугода, но они все равно появляются. И несмотря на то, что условия по льготным кредитам постепенно расширяют, так с начала этого года для приграничных территорий ставку снизили до 0,1%. Огромное количество людей по-прежнему стоит в очереди на получение сельской ипотеки, говорят специалисты. Для развития малоэтажного строительства, которое сегодня в тренде по всей России, подход к решению существующих проблем должен быть комплексным. Чтобы сделать доступной и комфортной жизнь на земле, механизм проработать нужно на всех этапах. От бюджета программы дефицита земли до качественной застройки. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. К другим темам. Бывший заместитель главы Калманского района, которого подозревают в убийстве, отказался от адвоката. Об этом толку рассказали его родственники. Напомним, Виталия Манишина задержали на прошлой неделе. Поводом стало подозрение в убийстве девушки, которое произошло еще в 89-м году. На тот момент ему было 19 лет. Известно, что Манишин уже дал признательные показания в убийстве несовершеннолетней, а накануне отказался от услуг адвоката. О причинах такого решения не сообщается. Добавим, что бывшего чиновника проверят на причастности к другим преступлениям. Напомним, в начале 2000-х в Барнауле орудовал политеховский маньяк, жертвами которого стали абитуриентки технического вуза. Убийца до сих пор не найден. Итак, краевые депутаты приняли сразу 9 законопроектов и 9 проектов постановлений. Темы разные. Поправки в краевой бюджет, первоочередное предоставление мест в школы и детские сады медработникам, расширение действий пушкинской карты. И сразу два проекта закона коснулись проблем содержания животных. Подробнее в сюжете. В первом чтении приняли изменения в краевой закон за несоблюдение требований к содержанию и выгулу домашних животных. Административная ответственность будет грозить хозяевам, которые содержат домашнее животное в нежилом помещении многоэтажки или на придомовой территории, а также за выгул собаки без поводка или ее самовыгул, или если питомец повредит элементы благоустройства, а также в ряде других случаев. Штрафы будут варьироваться от 500 до 5000 рублей. Мы при этом все прекрасно понимаем, что приоритет – это охрана жизни и здоровья людей. Если животное ведет себя агрессивно, если животное гуляет без поводка, ну, наверное, это опасность определенную создает. Поэтому вот эти правила, которые вроде как нам кажутся обычные, мы сегодня зафиксировали и предлагаем установить административную ответственность. За неконтролируемый выгул сельхозскота придется заплатить от 500 до 3000 рублей, юрлицам – от 5 до 50 тысяч. Другая мера также коснулась бездомных зверей. Чтобы увеличить припускную способность приютов и число отловленных и простерилизованных животных, в регионе сократят срок пребывания кошек и собак в этих учреждениях с 45 до 21 дня. Сейчас в крае ловят бездомных животных, стерилизуют и вакцинируют в приюте, а после отпускают в прежнюю среду обитания. При этом срок их передержки в регионе самый большой в Сибири. Так, в Красноярском крае это 10 дней, в Иркутской области – 20, в Новосибирской и Омской областях – 21 день. Дорогое удовольствие строить приюты. И примеры приводили регионы, значит, что до 500 миллионов стоит сегодня приют. Ежегодно в крае процедуру отлова с дальнейшей стерилизацией или кастрацией проходит около 2000 безнадзорных собак. С учетом индексации этой услуги на 6%, теперь стоимость кастрации около 8300 рублей, стерилизации – около 8800. Это вместе с питанием и передержкой. Сокращение количества дней пребывания в приюте позволит сэкономленные на питании собак средства направить на отлов и стерилизацию новых особей. Так, по подсчетам краевой ветеринарии, процедуру смогут пройти дополнительно еще 500 собак. Нижний Новгород. Два приюта. У нас с вами семь приютов в Алтайском крае. Но за счет того, что оборот численности, то есть стерилизации, практически достиг уже 70 с лишним процентов у них, конечно, нежелательного потомства нет. И еще в тему животных. Действия Пушкинской карты хотят расширить на зоопарке. Сегодня депутаты краевого парламента поддержали предложенную инициативу. Обращение направят в правительство России. Также АКЗС предложили зачислять детей и медиков в сад в приоритетном порядке. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульский застройщик нашел решение по сохранению зеленой зоны города. По его инициативе деревья хвойных и лиственных пород перевозят с места будущей стройки. Где сосны и липы обретут новый дом и как будут ухаживать за теми деревьями, которые остались, в сюжете Данила Кузнецова. На Зминогорском тракте вовсю работает тяжелая техника. Почти пять десятков деревьев пересадят в парк Изумрудный. Судьбой зеленых насаждений озадачился сам застройщик будущего жилого комплекса. Компания «Мой дом». Сотрудники Изумрудного благородную инициативу поддержали. И к ее реализации отнеслись максимально ответственно. По очереди ножами, лопатами врезаются в землю, поднимают грунт, формируют шишки земляные. И в дальнейшем уже при перевозке, при пересадке дерево будет проще на новом месте. Транспортировку деревьев взял на себя застройщик. И это, говорит руководство парка, большое подспорье. Перевозка одного дерева обходится в среднем в 10 тысяч рублей. У нас по плану 200 деревьев посадить этой осенью. Вот, соответственно, теперь мы 50 посадив весной, мы облегчим себе задачу осенью. И, соответственно, будет более растянутый во времени этот процесс, соответственно, повысится его качество. Но перевозка деревьев – лишь первый этап операции по пересадке. Он затронет молодые, сильные породы. В основном – липые сосны. Второй этап акции нацелен на большие, но уже возрастные деревья. Те деревья, которые не попадут в зону застройки, будут защищены специальным ограждением деревянным в виде досок. И это позволит не в случае механического воздействия на дерево его не повредить. Самые состарившиеся насаждения пересаживать не будут. Их заменят 28 молодых деревьев – сосен и елей, которые закупит застройщик. Как только подрядчик будет готов, он привезет сюда и будет высаживать на заранее отведенный участок. Первую партию уже выкопанных деревьев довезли до парка. Там под насаждения вырыли лунки, которые для создания дренажа засыпают листвой. И накануне деревья уже начали высаживать. До конца недели новый дом практически в центре города обретут около 50 зеленых насаждений. Данил Кузнецов, Егор Волков. День с толком. Ровно неделя до завершения голосования за благоустройство общественных территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». 1600 голосов барнаульцев на сегодняшний день набрала аллея по Георгиево – одной из первых улиц индустриального района. Что планируют обновить в этом месте, расскажем далее. В 2024 году исполнится 110 лет со дня рождения Александра Георгиева, который проживал в Барнауле и внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства Алтайского края. В честь него назвали одну из первых улиц индустриального района, где разбили сквер, а после в 1985 году установили мемориал в честь 40-летия Великой Победы. С тех пор место регулярно облагораживали, но комплексного обновления не было, а оно нужно. В этом году жители индустриального района действительно принимают самое активное участие в голосовании. Учитывая, что до завершения голосования остается буквально у нас одна неделя, я все-таки обращаюсь и к жителям индустриального района проявить большую активность в голосовании. В преображении нуждается не только сквер, но и полуторакилометровая аллея по улице Георгиева. Здесь планируют высадить новые деревья, заасфальтировать площадки, установить новые светильники и скамейки, обустроить цветники и газоны. Этот сквер, все жители всегда в памятные такие дни, Дню Победы, 9 мая, 1 мая, всегда здесь много народа и возложение цветов, гирлянд, как бы это значимое, мы помним. Тут всегда народ, тут всегда дети, тут всегда вот, если в любое время, как бы и утро, и в обед, и вечером здесь всегда гуляют. В голосовании за благоустройство общественных территорий Барнаула приняли участие уже больше 56 тысяч горожан. Время еще есть, чтобы подарить свой голос до завершения опроса. Осталось ровно неделя, 31 мая, наступит час икс, и будет определен абсолютный победитель. Сделайте и вы свой выбор, внесите вклад в обустройство зеленого уголка нашего города. Дмитрий Дроздов, День с толком. На сегодня у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Ну а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok